Следующий вопрос. Помогите мне разобраться. Попытаюсь. Мне 29 лет, не замужем, и не было отношений. В семье у меня очень сложные были отношения с отцом, его уже нет в живых. Он страдал алкоголизмом, частенько угрожал нам с мамой. Не буду вдаваться в подробности, и так все понятно. Я долгое время вообще не могла относиться к мужчинам, как к людям. Раньше так было. С течением времени я прихожу в себя, и были даже люди, к которым я испытывала симпатию. И сейчас есть такой человек. Но дело в том, что как только я думаю о создании семьи, на меня накатывает страх, что если даже и найдется человек, желающий вступить со мной в брак, что если он причинит мне боль, что если он меня предаст, и мне некуда будет уже деться. Меня это мучает. Из-за этого страха уже не так и хочется семью создавать. Думаю, может, и нет воли Божией на то, чтобы мне выходить замуж. Я молюсь и верю, что Господь все может, вразумит меня, исцелит и направит меня. Хотелось бы услышать Ваш ответ, хотя бы просто мнение, как мне стоит себя вести в моей ситуации. Вы получили такую психологическую травму в своей родительской семье, в взаимоотношении с отцом. Вы очень правильно все здесь вывели одно из другого. Это просто очевидно, как два раза два четыре. У Вас такая серьезная психологическая травма после этого осталась. И она дает о себе знать в этих страхах. У Вас два варианта. Либо ждать, пока все рассосется само собой. Потому что со временем, с годами Вы все-таки восстановитесь. И более-менее Вы разберетесь во всем. И Вы взрослеете, начинаете по-другому смотреть на жизнь, на мир, на людей, на себя саму. И переоценка, переосмысление. Все это будет происходить просто потому, что возраст подходит. В общем, можно ждать, пока все это само собой рассосется, все эти проблемы. Рано или поздно это случится. Но тогда Вам уже стукнет, может быть, лет пятьдесят. И Вы скажете, все, что-то поздновато уже. Чего мне уже замуж-то выходить уже. И у Вас уже тогда другие разовьются проблемы, что Вы засиделись в девках, и вообще Вы никому не нужна. И там новые какие-то будут сложности. Другой вариант – это Вам предпринять какие-то шаги, какие-то усилия для того, чтобы это преодолеть. Рекомендую Вам обратиться за помощью к психологу, который с Вами поработает. И, может быть, за полгода, за год какие-то страхи у Вас уйдут, как-то все Вы раскрепоститесь немножко, какая-то уверенность появится в себе, какие-то комплексы Вы сможете преодолеть, что-то совсем Вы в чем-то разберетесь. И тогда уже сможете нормально создавать семью. Если попытаться выбить клин клином, то есть пойти третьим вариантом, взять сейчас вот так вот, закрыть глаза, и так хобана замуж и выйти, то велика вероятность того, что Вы как раз выйдете замуж за такого человека, который Вам будет создавать проблемы, а не решать их. Потому что так получается, жизнь так устроена, что подобное тянется к подобному. И если Вы в душе чего боитесь, Вы это к себе и притянете. Поэтому Вам сначала нужно разрулить свои внутренние проблемы, свои конфликты разрешить, а потом уже создавать семью. Это будет просто везение, счастье и слава Богу, если Вы вдруг встретите человека, который будет Вас просто беззаветно любить, на руках носить, с которым Вы оттаете буквально за полгода, и будете счастливой женщиной и скажете, какая была наивная, зачем я всего этого боялась. Это просто невероятное везение. Надеяться на это, конечно, можно, но это чудо Божие, оно редко бывает. Поэтому на Бога надейся, а сам не плашай. Реальные шаги предпринимайте, то есть обратитесь за помощью к психологу. Помогай Господь!